Все мы любим подарки. В детстве нас задаривают мамы и папы, дедушки и бабушки, и чувство праздника не покидает ребенка практически никогда. Но чем старше мы становимся, тем меньше становится список людей, жаждущих порадовать нас. Уверен, каждый взрослый с удовольствием отдал бы многое, чтобы вернуть хоть ненадолго чувство того ребячьего восторга себе и окружающим. Хорошо, что некоторые блогеры настолько любят своих подписчиков, что готовы раздавать вещи, порой очень дорогие, просто так. Ну или не просто, но речь сейчас не о том. Добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня ты увидишь топ-10 подарков ютуберов подписчикам. Десятое место. Гейминг из Лайн. Ты, братуха, забирай свой приз, 60 гемасов, они же 3 сотки рубасов на твоей киви. Видеоснимак, а как сам себя называет Лайн, точно знает, как привлечь новую аудиторию и удержать старую. Розыгрыши в Brawl Stars он проводит практически каждый день. В конце каждого видео серии новости Лайна блогер раздает 60 гемов для подписчика, который придумает самое креативное завершение для комикса. Эмс говорит Мортису, хей Мортис, а можешь из шляпы достать кролика? А? Мортис такой, ну, ну, не знаю, ну ладно, попробую. Абра? Кадабра? И вылезает что-то типа кролика. И это хорошо, все выигрыши. Дети довольны, а ютубер получает просмотры. Лайн старается, чтобы его гемасы всегда доходили до победителя. Также, если ты вдруг по какой-то причине не можешь поставить ссылочку на свой ВК в описании, то возьми и засними коротенький ролик с названием «Выиграл гемасы у Лайна». И уже там, в описании к видосу, оставь ссылочку на свой ВК, но не забудь проверить, чтобы в ВК я мог тебе написать. Ах, ежедневно небольшие подгончики в игре, это, конечно, круто. Ну, а впереди у нас еще более кайфовые подарки, поэтому только десятое место. Девятое место. Донбасс. В сегодняшний ролик я решил пригласить 10 сильверов и, как обычно, устроил для них 9 жестких испытаний. После каждого раунда у нас будет вылетать по одному участнику, то есть в самом конце останется только один сильвер, который заберет нож за 16 тысяч рублей. Наверное, суровое испытание с равными по силе соперниками, после которого, если победишь, тебя ждет приз. Нельзя назвать подарком в полной мере. Открываем. И... О-о-о! Господи, как тебе повезло! Однако Донбасс работает на аудиторию, которая постоянно играет в CSGO. И его подписчики и так проводили бы все свободное время в шутере. А тут появляется волшебник на голубом вертолете и бесплатно дарит ножи. Что еще нужно фанату контры, как нелюбимый скин за интерактивное испытание в любимой игре? Ладно, парни, вот финальный раунд был максимально рандомный, победил, я не знаю, самый везучий человек. Короче, Иван, поздравляю! Да! Ты выигрываешь нож стоимостью в 14 тысяч рублей. Ты прошел все 10 испытаний, ты этого достоин. Я думаю, такие подгоны отличный стимулятор для молодых киберкатлетов оттачивать свое мастерство. Но учитывая, что Донбасс проводит свои розыгрыши на регулярной основе, шанс попасть к нему в рубрику «Испытания на вылет» есть у каждого поклонника виртуальных цасок. Ладно, в любом случае, Дантес Красавчик, я тебе отправляю твой нож. Блин, на самом деле я не берешь, чуваки. Может, ты откажешься? Я откажусь, да, сейчас. Восьмое место. Мы выберем победителя Пальма Гофит. Мы его наебаним, что он не выиграл. Мы прилетим к нему домой. Застанем его врасплох. Это называется пранк вроде у вас на ютубе, да? Снимем с ним клип. Поздравим лично. Подарим ему что-нибудь обязательно. Эх, а было же время, когда Алишеру большинства вызывало уважение. А не Женя в пятой точке. Сегодня сложно представить, что еще год-два назад Морген был так предан своим ублюдкам и делал действительно крутецкие штуки ради фанатов. Салют из 2007-го, ублюдки. И сегодня мы летим на море с подписчиком, чтобы сделать хит. Тот случай, когда раньше было лучше. Не могу даже на секунду представить, что Моргенштерн образца 20-го года был бы способен снять клип с подписчиком. Ай, махуй. Первое место. Пальму Гофит, братан, поздравите. Деньги. Деньги портят человека. Я же б***й человек, как и вы, такой же. Ну, конечно, пи***й в разы, да? Ну, человек же. Но былые подгоны для подписчиков от этого менее крутыми не становятся. В свое время Алишер показал, каким он может быть, если захочет. Надеюсь, где-то под слоем синего лака и тонны зашкваров все еще есть тот самый Морген, которого все любили. Вольнем такой клепец, что охуеет Илон Маска. Седьмое место. Мамикс. День рождения долгожданный и любимый праздник, если не для всех, то для многих точно. Вдвойне классно, когда с этим знаменательным событием поздравляет любимый блогер. Разумеется, Мамикс не мог просто пожать людям руку и вручить по тортику. Я нашел тех самых людей, у которых сегодня день рождения, и этим трем счастливчикам я сегодня подарю подарки. Максим прославился как знатный экспериментатор, поэтому, чтобы получить подарки, участникам пришлось изрядно попотеть и пройти ряд испытаний. В одном сейфе будет лежать 10 тысяч, в другом 20, а в третьем 50. Наверное, это было самое сумасшедшее и странное, что обычный человек мог делать в свой день рождения. Искать ключи в кубе с водой и грязью, чтобы открывать сейфы. Что там? Берешь этот сейф? Уверен? Точно. Уверен, эту днюху ребята запомнят надолго. Шестое место. Хаймен. Гигантский меч ручной работы из картона мог бы сам по себе стать крутым подарком, но это была лишь верхушка айсберга, ведь меч был только поводом для настоящего подарка. Тот, кто его найдет и заберет, будет добавлен в друзья, написал я в посте. Но умолчал о главном призе, а точнее об одном миллионе рублей. До этого Хаймен уже делал подобный ролик со своей девушкой, так что, когда парнишка выиграл в конкурсе, он сразу понял, что стал участником розыгрыша от любимого ютубера. Миллион за 24 часа? Держи. И хоть победитель признался, что целый миллион для него будет слишком жирно, и выбрал всего 100к, это не отменяет того факта, что блогер был готов расстаться с Лямом ради подарка подписчику. Так получилось даже круче, ведь в последующих видео Хаймен раздал остатки призового фонда. Привет. В предыдущей серии мой подписчик отказался от миллиона, и решил забрать себе только 100 тысяч. После этого я задался вопросом, кто будет следующий тратить деньги, и наткнулся на этот комментарий студенту. Пятое место. Ян Топрес. Я провел конкурс на один полет со мной, в котором участвовало 25 тысяч человек. С десятью полуфиналистами я поболтал лично, но выбрал только одного. Начиная с конца 70-х годов прошлого века, все, ну или почти все дети, рожденные на постсоветском пространстве, мечтали об одном – о полете в космос. Конечно, отправиться обычному человеку прямиком к звездам нереально даже сегодня, но почувствовать себя Гагарином можно и на Земле, точнее, над Землей. Именно такое приключение подготовил Ян Топлес для одного из своих зрителей. Это Влад. Из 25 тысяч человек выиграл именно он. Думаю, все согласны, что исполнение такой чистой детской мечты заслуживает места в нашем Топе. Этот самолет сегодня исполнит мечту моего подписчика. Полет в невесомости – отличное приключение, которое запомнится, если не на всю жизнь, то явно очень надолго. Вас вдавливает в пол, уши закладывает, ваш вес увеличивается в два раза. Но Ян Топлес не был бы собой, если бы затеял это все чисто ради фана. Помимо щенячьего восторга от самого факта полета без гравитации, команда научпоперов провела ряд экспериментов на борту самолета. Силы тяжести здесь нет. Смотрите, что происходит с метрономом. Вот гравитация еще есть, а сейчас гравитация постепенно отключается, смотрите, замедляется и замирает. Ребята из Топлеса, как всегда, показывают, что наука может быть интересной. Четвертое место – Булкин. Вернемся с небес на землю. Я еду в последний раз на Камрюхе 3.5, которая у меня разыгрывалась, и еду, везу ее просто вручать победителю. Кто из нас не мечтал о бесплатной тачке? Вот чтобы сидишь, плюешь в потолок, и бац, тебе просто так с неба падает машина. Для большинства такие мечты навсегда и останутся мечтами. Но вот подписчики Булкина почувствовали на себе веяние халявы. Саня сам пригнал свою Камре 3.5 в центр города, сам вручил победителю ключи и доки на машину, в общем, сделал все, и даже чуточку больше. Я хочу дать от себя просто косарик, чтобы на косарик они сделали люкс-мойку, ну, просто которую я не успел сделать. Я считаю, что это будет правильнее, потому что, по идее, должен был, наверное, выбить машину чистой. Парень потерял дар речи, не зная, что и говорить в ответ на такой жест щедрой души. Ну, что скажешь вообще в целом? Я понимаю, я ключи не отдал, еще бы не расписались, но все равно как бы уже, как бы, чем можешь сказать, что скажу. Знаю, так, наверное, раз жизни везет. Конечно, не каждый день тебе просто так отдают личный автомобиль, а особенно Камри. Японцы делают вещи. Третье место. Дима Масленников. К главному охотнику на привидений и его контенту можно относиться по-разному, но отдать свой Ford Mustang подписчику, это в любом случае мощно. Подарок не был бы таким особенным, если бы это была просто машина. Сегодня купил, завтра отдал. Для блогера уровня Масленникова это не такие большие деньги. Когда-то давно я решил приобрести машину для проекта Госбаста. Этот Ford Mustang действительно есть в России, и он находится в Сургуте. Мы полетели в Сургут, и за 500 тысяч рублей купили самый дешевый в России Ford Mustang. Важность этого подарка заключается как раз в том, что Mustang был очень значимой вещью в жизни Димы. Мне не жалко. А давай себе под самобиль. Эх, почти пустил скупую мужскую слезу. Зато воплотил в жизнь мечту подписчика. Собрал бы все домой. Второе место Дима Гордеев. Если водовой из них, который будет являться моим подписчиком, совершенно рандомным, у него будет права, что он по-любому мечтает о крутой пацанской первой тачке. Многие зрители могут возмутиться, мол, как это так сравнивать старую Бэху, ничего не стоящую для подарившего ее ютубера с автомобилями, которые что-то значили для их владельцев. Конечно, если смотреть с такой стороны, то действительно подарок Гордея будет в проигрышной позиции. Но ты только глянь на реакцию работника Мака, который просто так получил БМВ. Тебе, братан. Это пранк? Съемки пранк какой-то? В смысле? Да нет, шутка? Нет, в прямом смысле. Ну и здесь никто не захочет спорить о цене подарка, ведь намного важнее, какие эмоции несет в себе презент. А радость этого парня невозможно передать словами. Такая радость была тупо тебя встретить, тупо на машине хотя бы тебя вживую. А тут, опа, ты такой. Я такой заказ отдаю, потом думаю, да не, может просто что-то похоже какой-то пацан. И первое место. Сливки Шоу. Юрий Янев далеко не первый раз попадает в наши топы и завоевывает призовое место. Вот и сегодня Сливочник со своим конкурсом залетает на самую верхушку. Ну вот и пришло время подвести итоги нашего конкурса 100к за снеговика. Да, Сливки Шоу не разыгрывали дорогущие в то и не давали участникам своих конкурсов тратить миллионы рублей. Однако ютуберу удалось сделать так, чтобы люди оторвали свои задницы от компов и вместе сплотились с семьей или дружеским коллективом, чтобы достигать цели в команде. Думаю, будет справедливо отдать победу двум парням со снеговиком высотой в 1,13 мм. Это, как по мне, самое главное. Хочется сказать большое спасибо Юрию за то, что он на пару скуки дарит чувство праздника своим зрителям, при этом награждая их за инициативность и креативность. Видно, что много людей участвовали не ради победы, а ради участия. Мы хотим получить не деньги, а просто побывать в ваших видео. Спасибо. В общем, заслуженное первое место. Незряженный вариант с комментарием касательно розыгрыша денег от сливки шоу, наши подписчики накидали более тысячи лайков. А кто, по-твоему, сделал самый крутой подарок своим зрителям? Может, мы кого-то забыли? Пиши в комментариях свое мнение, не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим подобное голосование эрем над угарными мемчиками.